И отковыряться не смогли. ПР пока что уступают 0-1. Давайте сразу перейдем к Пикабану. Меньше истории, больше истории, точнее будет в самом матче в неинтересные моменты. А сейчас нас интересует Пикабан. У нас Тролль, Варлорд, Акс, Бродмазер и Клокверк отходят у нас в баню от NIP. Чен, Висп, Ликан и Дум с Пристлбеком от Пауэррэнджерс уходят. Также в бан. По пику команда Пауэррэнджерс, я так понимаю, решила по-серьезки пойти. Больше никаких слабых игр, больше никаких слабых кадок. SF для команды ПР, Ancient Operation, Рубик, Спирит Брейкер. Я так понимаю, драки будут нереально красочными и интересными. Ниндзи в пижаме умудрились. В общем-то, какую-то часть команды ПР за контри. Дизраптор очень удачный пик, по-моему. Точнее, контр-пик по данной стратегии. Также есть Бэтрайдер, Снайпер и Венжи Фулл Спирит от NIP. Пока что NIP, по-моему, немного поувереннее себя в пике чувствует. Здесь SF придется добираться очень долго, да. Все эти движухи, если SF не будет разве что прилетать в стан команды NIP под Лассо Бэтрайдером. Что более чем возможно. Ну, глянем, глянем, глянем на реализацию, что у нас получится у дитя разделать на SF. Венга, в принципе, была у нас и в прошлом матче от NIP. Ничего нового. Рубик и Сларк от Power Rangers. Последний пик Сларк. Так, кто у нас будет фармить у команды NIP, посмотрим сейчас. Бэтрайдер, скорее всего, уйдет в сложную. На миде будет стоять Снайпер против SF, а и SF будет, ой, как не сладко. Кто у нас будет главным керри команды NIP? Ещё 40 секунд остаётся для того, чтобы выбрать персонажа для Эры. Эра в прошлой катке не то чтобы забожила, он просто играл за луну и просто райт-кликом сносил всё, что видел на своём пути. 17 секунд дополнительного времени. Последний пик NIP и решающая игра для Power Rangers, как и, в принципе, для NIP, потому что отступать некуда. NIP ещё есть возможность ошибиться у Power Rangers, такой возможности больше не имеется. Дитя Ра у нас выбирает Сларка, Чеширский Кот на Спирит Брейкере отправится в сложную. Так, давайте сразу по ним Чешир на Спирит Брейкере отправляется в сложную. Дитя Ра на Сларке, Санейка на Рубике, J4 берёт аппарата и Роджер на SF будет у нас. Вот так вот распорядилась команда Power Rangers своими персонажами. Со стороны NIP, Хэнскин играет у нас на Дизрапторе. LIMP играет на Снайпере, Мид. Снайпер Эра будет играть на Шторм Спирит, Эра, как я понимаю, пойдёт в лёгкую фармить на Шторме. Силкит играет на Веншифул Спирит, как и в прошлом матче. И Йонасом Фан играет на Бэтрайдере. Готовится у нас встреча, очень интересная задумка от Power Rangers. Они, в принципе, всё видят на подходе. Понимает ли эта команда... Понимает ли эта команда NIP, не знаю, скорее всего не понимает. Но прокликать кто-то по карте пропликал, пинганул. Неужели у нас будет драка за руну 4 в 4? Пээры на ранних левелах, в принципе, готовы драться. Что здесь есть по рассказам? Здесь есть Стану Твинги. Есть... Есть, в принципе, неприятный скилл от Шторма. Но Шторму, чтобы этот скилл дать, надо ещё впритык подойти. Дизраптор тоже особенно ничего сделать по дамаге не сможет. Вот и поэтому драки у нас на топ-руне так и не состоялось. Забирает у нас руну SF и забирает у нас руну внизу Сларк. Сларк отогнал отсюда Бэтрайдера. И правильно сделал. Нечего ему здесь делать. Дитяра уходит у нас в соло фармить лёгкую. И на сложную отправляется Трипла из Ancient Operation. Санейка и Штой. У нас фармящий Спирит Брейкер. У нас Чеширский Кот на Спирит Брейкере, который будет стоять в сложной Триплой. Это уже гораздо интереснее, чем в прошлом матче. Стоят друг напротив друга игроки обеих команд. Друг друга они, как я понимаю, не видят. Нет, не видят. Зацепили у нас моментально Эру. Будет ли попытка забрать Эру? Нет, Эру не забирают. Ещё один удар бы в спину Эри. И Эра отправился бы в таверню. Но так не получилось. Спирит Брейкер провязал у нас Charge of Darkness. Но этого не было достаточно. Телекинез тоже был проюзан. Ну и здесь аппарат без колдфита. Через Chilling Touch пошёл у нас аппарат. Дамаги не хватило. Эра жив. И Эра, к сожалению, для команды Power Rangers по-прежнему здоров. Давайте глянем по фрагам. О, по крипам, точнее. Как дела у нас обстоят. На Амиде Лимб пока что переигрывает СФ. Опять на 3 у него счёт. И 3 на 2 у Роджера, который стоит на миде. Роджер у нас фарм пошёл. Райсбенд купил со старта. Ну и абсолютно зеркальная ситуация со стороны команды NIP. Ну, самая интересная история, которая здесь может быть, она, я так понимаю, на топ-лайне. Что у нас внизу? Внизу у нас Бэтрайдер стоит и бьёт Дитя Ра. Дитя Ра к нему пока что подойти не может. Паунс Деспакт, если что, есть. Так, что, 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 что? Драка, драка. Крутая позиция была у Санэйка, но Санэйка только что оказался отрезанным от партнёров по команде. Зажимают его здесь в Кинетик Филд. Чеширский Кот немножечко разбавил всю эту движуху, но Джей Фо, скорее всего, не уходит. Джей Фо умирает и опять Хендскин забирает у нас первый фраг. В прошлый раз на Чене он умудрился забрать ФБ. И мы видели, чем это закончилось для команды Пауэр Рейнджерс. На этот раз забирает Фёст Блат на Дизрапторе. Ну, линия пока что выигрывается командой НИП. Что у нас касательно нижней линии? Дитя Рай имеет Крипстат 6.1, у Бэтрайдера Крипстат 12.4. В принципе, говорить тут больше нечего. Бэтрайдер получше стоит и это неудивительно. У него нормальный рейндж, у него Фаерфлай есть. Так, Дитя Рай старается хоть как-то ответить у нас Бэтрайдеру. Дитя Рай уже имеет три стака на себе и Фаерфлай скоро, я думаю, будет включён. Надо сбрасывать с себя стаки, нечего вообще здесь сражаться с Бэтрайдером, тем более под Фаерфлайем нет шансов выжить. Втроём у нас игроки ПР формят Крипов, чтобы здесь на всякий случай не отдавать экспу команде НИП. Забирают Крипов, забирают Нейтралов, забирают также Крипов, которые пришли с линии команды НИП. Но счёт 0.1 по-прежнему. Давайте глянем по фарму, как дела. 500 в пользу НИП и по фарму видим, что немножко получше дела у команды Пауэрэнджерс. Это разница, это Фёрст Блад. Так, взрыв у нас на хендскина, он ответит, видимо, за Фёрст Блад. Да, разбирают его, Джейфо, скорее всего, тоже отъезжает в таверну. Пошла погоня за Силкидом, один раз баш проходит, второй раз баш, к сожалению, не прошёл. И Силкид отправляется у нас под Тауэр. Чеширский Кот не смог забрать у нас Силкида, зато забрали. Забрали у нас... Так, кто забрал, кто забрал? Дизраптор умудрился забрать ещё и Джейфо, правда и сам погиб. Погиб от рук Санейка. 2-1, как я понимаю, счёт, да? У Дизраптора нет, у Дизраптора счёт 1-1, да? В этом файте он... Короче говоря, очень странная ситуация. Куда у нас побежал Чеширский Кот? Не в мид, не в мид, но есть шанс зацепить у нас Лимпа. Разбиваю здесь лицо Силкиду, здесь Шрапнель толку никакого не дала. 2-2 остановится счёт. Ну, хоть по чуть-чуть, хоть по саппортам, хоть понемногу отковыривать. И на экономике это в итоге скажется. На данный момент в ноль практически уходит преимущество NIP. И по экспе Power Rangers выходят вперёд. Что у нас в лёгкой для Дитяра? Ну, это лёгкая только номинально. По факту, никакая это не лёгкая для Дитяра. Он соло стоит против Бэтрайдера. У Бэтрайдера Крипста 23 на 4, топовый на карте. А у Сларка 19 на 1. Но ещё неплохо держатся Дитяра. Так, НЧТ Оперейшн у нас тем временем забирает Шторма. Это хорошо развалили у нас Эрухенскин, тоже погибает. По-прежнему живой Чеширский Кот. Джейфо продолжает погоню за Силкидом. И тут можно, в принципе, загнать весь Лайн. Ещё одна тычка и сразу троих игроков команды NIP. А именно весь Лайн Дизраптора, Шторма и Венжи Фолл Спирит забирает команда ПР. На двоих разделили всю Экспу Санейка и Джейфо. Погиб в файте Чеширский Кот, но ничего страшного. По итогу этого файта счёт становится 5-3. По голде, я думаю, будет это более-менее ощутимо. Линия постепенно выигрывается. Хоть и фармят под Тауром команды NIP, но Эра не чувствует комфорт здесь. Это 100%. 10 на 4 на 6 минуте – это явно не счёт для лёгкой линии. Бежит на него Чеширский Кот, наверное, остановится, я думаю, до врыва. Да, останавливается и правильно делает. Здесь ещё и заметил крипов, которых можно было бы подфармить. Ну, вводит чужих крипов под свой Таур. Что у Дитя Ра? У Дитя Ра 6 левел. Это уже хорошо, уже можно регениться на Лайне. Что у Бэтрайдера? У Бэтрайдера тоже 6 левел, но регениться на Лайне, как Дитя Ра, у него не получится. В силу понятно, каких особенностей персонажа. ССФ, на котором отыгрывает Роджер, имеет крип-стат 32 на 8. Против него Снайпер, который 27 на 10. Роджер переформил Снайпера. Лимб в прошлом матче на паке нереальной проблемой стал для команды Power Rangers. В данном случае видим, что Роджер впереди. Напомню, что в прошлой игре Роджер стоял в лёгкой и фармил на Ликантропе. Что из этого получилось, мы видели. Из этого ничего толком не получилось. Кое-как где-то волками 2-3 фрага себе насобирал. А так, по большому счёту, кроме снесённого Таура на топе, ничего интереснее не придумал. Чеширский Кот продолжает фармить у него 16 на 1. Он пока топ-6, это нехорошо для фармящего. Ну, относительно Лейта, наверное, можем Спирит Брейкера так назвать. Зато какой крутой наряд у нас у Чеширского Кота. У Санейка 4-0-1 счёт. Приехали. Санейка на первом месте из 5 фрагов, 4 сделал Санейка, и 1 проассистил. Ну, я так понимаю, просто с барского плеча 1 фраг отдал кому-то из своей команды. Тем временем, Бэтрайдер забирает у нас Ancient Operation внизу. Ancient Operation внизу. Дитяра по-хорошему остался жив, это приятно. Главное, что жив-жив Сларк. А то, что аппаратом можно на кого-то разменивать, это, в принципе, не новость для любых игроков Дота и любых игроков, которые смотрят профессиональный матч. И силкит у нас под разгоном Чеширского Кота. Будет ли дальше побег, я думаю, не стоит. Я думаю, Чеширскому Коту надо остановиться. Тем более, здесь ещё и ТП от Эры. Хотя ТП отменился. Эра остаётся у нас на топе. А значит, можно попытаться его зацепить. Но Чеширский Кот далековато отсюда. Может быть, будет попытка со спины напасть. Тоже неизвестный Сларк у нас тем временем рассыпается от Бэтрайдера. Через Лассо забрали. Дитяра забрал Бэтрайдер. Причём сделал это в соло. Чеширский Кот у нас здесь нашёл Венжфул Спирит. Ещё один удар, и Венга должна упасть. Но Венга даёт вовремя станы. На ЛОХП убегает у нас Венга. 10. Не дотикает она, конечно же, Сорпу в Веном. И надо отсюда улетать Чеширскому Коту. Оставили его одного, но 3 ХП или 6 ХП у Венжфул Спирит. Это неприятно для ПРов. Просто не повезло. На ЛОХП уходит у нас Венга. И счёт по-прежнему 5-5. Разгон также на Бэтрайдера. Откуда у нас бежит Чешир? Чешир бежит со своей базой. А значит, он фуловый. Нет маны на всякий случай у Бэтрайдера. А значит, он останется здесь. Значит, если не забросить его на хайкграунд, то Файерфлай не проюзает. Не вовремя юзает у нас ТП Бэтрайдера. И погибает, наконец-то, этот злополучный Бэтрайдер. 2-1-0 счёт становится у Йонасов Мэна. И Роджер забирает этот фраг. У Роджера счёт 1-0-0. Мид команды Пауэррэнджерс пока что поувереннее, чем мид команды. НИП, SF имеет 4-200 по голде. 3-200, соответственно, у Лимпа. Это хорошо. Это уже лучше, чем прошлая игра. 6-5 счёт на данный момент. Давайте глянем по экономике. 500 по голде, 750 по экспе. Очень и очень ровно. Ещё один разгон у Чеширского кота. Я думаю, ещё пару таких манёвров. И можно будет просто к нему камеру привязать. И смотреть, куда и на кого он бежит. А бежит он сейчас на Шторм Спирита. 6-й левел есть у Эры. Вовремя останавливается у нас Чеширский кота. Отправляется на Хэнскина. В Кинетик Филд. Его здесь зажали. Надо отсюда убегать. Будет ли подсейв. Санейка, если что, здесь есть. Глимсует у нас Чеширского кота. Ульта есть. Надо успеть дать ульту. Ульта идёт в Хэнскина. Здесь Снайпер. Снайпер не отпустит отсюда Чешира. Нет, разумеется, не отпускает. И Санейка. Шторм Спирит забирает этот фраг. По итогу файта подрались 2 в 0. Очень не вовремя прилетел сюда Лимб. Ну, конечно же, очень вовремя для своей команды. Ещё и аппарат у нас погибает от Бэтрайдера. Делает это на миде. Зачем тягаться с Бэтрайдером? Мне непонятно. Через Лассо, через Даггер. От Даггера относительно ранний. Бэтрайдер может себе это позволить. У него второй Крипстат на карте. И, точнее, наверное, да, второй Крипстат на карте. И Нетворс на тех же позициях. Бэтрайдер уже показал, что у него есть Даггер. А это значит, что жизнь для команды Пауэрэнджерса усложняется. Лимб выходит у нас на Т1 по топу. Напугал его Чеширских код. Лимб просто развернулся и лениво утопал. Подальше за своих Крипов продолжит фарму. Лимба имеется. На данный момент Мордип Маск и есть ли у него рецепт. Нет, рецепта в Куре нет. Еще один врыв куда-то от Чеширского кота. Или это просто перемещение по лайнам. Посмотрим, на кого разгон. Разгон, конечно же, на Бэтрайдера. У Бэтрайдера Файрфлай закончится через совсем немного. Но здесь Блинк. Аут. ТП аут. Нечего даже думать. Куда бежит Чеширский код? Чеширский код бежит в никуда. Через 10 секунд откатится у него, если что, Чарджи в Даркнесс. Но на данный момент уже имеется Неза Страйк. Лимб на миде. Может попробовать выйти и забрать хотя бы одного парня. Еще один разгон у нас от Чеширского кота. Но он, как пишут в футболе, количество... Ту дистанцию, которую проходит игрок, пробегает точнее за весь матч. Я думаю, конечно, на первом месте Чеширский код будет. Но у него такая специфика персонажа. Но Хэнскина должны забрать, что у него украл. Еще и Кинетик Филд украл у нас Санейка. Не уходит отсюда Хэнскин. Ульту, конечно, бросил, но надо разбивать лицо. Как неудачно глимсанули Спирит Брейкера. Спирит Брейкер уходит у нас фиг знает куда. А тем временем Снайпер забирает СФа. Драки одна за одной по всей карте. Не все успеваем видеть. Прошу меня извинить. Снайпер забирает СФа. И это плохо для команды Пауэрэнджерс. У СФа счет 1-1-0. У Снайпера счет 2-0-1. Лимб по голде скоро догонит СФа. Остается всего-то 700. В кого он зарядил ульту? Ульту зарядил в Джейфо. Джейфо вовремя отходит на безопасное расстояние. Врыв у нас от Бэтрайдера. Бэтрайдер в Джейфо вовремя забросил на хайк граунд. Джейфо получается уйти своими ногами. Теп-аут сделать не удалось. И тем не менее ушел Бэтрайдер. Так, Бэтрайдер у нас просто руны берет. Врыв у нас от Эры. Глимсует у нас Спирит Брейкера. Чеширский Кот отсюда не убежит. Чаржев Даркнесс проюзал. Ульты тоже не будет. Эра, скорее всего, заберет у нас Чеширского Кота. Чеширский Кот погибает. Санейка здесь, если что, на подсейв. Роджер здесь. Будет ли ульта от Роджера? Будет ли ульта от Роджера? Нет. Ульты от Роджера пока что не будет. Хендскин здесь. Через Койлы пытается разобрать у нас Хендскина. Погоня за Санейка. Три стака висит уже на Санейка. Санейка разваливается. И Роджер тоже разваливается. Разменяли одну Венжи Фулл Спирит на троих игроков команды Пауэр Рейнджерс. Чуть ли не главных игроков. Умирает у нас Роджер Мид. Умирает у нас фармящий Спирит Брейкер. И погибает у нас Санейка. У которого был неплохой счет. 4-2 на данный момент счет у Рубика. Напомню, что был стрик доминейтинг. Но тем временем, хорошо для дитяра, что его забыли и не трогают. 2000 есть на руках у Сларка. Скорее всего, будет выходить он в Даггер. По этой драке можно ли выходить в Даггер? Мне не совсем понятно. Врыв у нас на Сларка. Никак не произойдет здесь Дарк Пакт. И разве что уйти в ульту. И лучше бы бежать отсюда. Потому что, когда он выйдет из Инвиза, никто с ним церемониться точно не станет. Здесь у нас есть уже Бэтрайдер на Даггере. Бежит за ним. Подсветка есть, но не дотягивается. Свапом Венжи Фулл Спирит. И дитяра потихоньку отваливается с этой линии. Ульта спасла ему жизнь. Здесь у нас Санейка. Санейка видят. Глимсует у нас Санейка, но на хайграунд. Просветили его. Фейтболт пошел по Силкиду. Силкид, в принципе, тоже не прочь подраться. Так, у нас в это время Эра кого-то убил. Эра Нос убил. Спирит Брейкера. Втроем стоят в ульте игроки команды Пауэрэнджерс. Очень сильно накосали Рубика. Тоже и Роджер наполучал нормально, и аппарат отсюда не уходит. Снайпер делает киллинг спри. Что ж за дрянь такая этот Снайпер? Как вообще против него бороться и что делать? 3-0-4 счет на данный момент у Снайпера. Разваливают еще и Рубика. По всей карте начинается нереальный экшен для команды Пауэрэнджерс. Тот экшен, который вряд ли удовольствием доставляет. Эра готов выйти еще и на мид Роджера. Он видит, но с Роджером драться по Таврам не собирается у Эры. Реген есть в банке. Эра просто летает и просто будет стараться убить кого-то. Может полетит за Курьером, да там и останется. Роджер у нас уходит в темноту. Ловит ульт у нас. Эра от... Надо ультить Роджеру. Роджер ультит. Нормально наваливает по спине. Шторм Спирит уж Шторм Спирит отсюда уходит. Но тем не менее двоих смогли забрать. Бэтрайдер погибает у нас немного не здесь. Но вот Веншфул Спирит, на которой Силкит отыгрывает, погибает именно по Т1 команды Пауэр Рейнджерс. Ну, игра неприятная для команды Пэр пока что. Пока что они отстают по экономике. Но все это в принципе поправимо. Видим, что по динамике графики направляются вверх. А это хорошо, безусловно, для Пэров. 9-15 счет на данный момент. На первом месте по Нетворсу идет Роджер. Это СФ, МИД, СФ от команды Пауэр Рейнджерс. И на втором месте Бэтрайдер. Со сложной НИПы вывезли максимум того, что могли. 15 минут 30 секунд. И на руках у Бэтрайдера уже имеется Даггер. Уже есть Форстаф. Ну и все сопутствующие артефакты. По типу Транквилл, Бутылок, ПТ и... И все. И все. Чеширский кот имеет урну. Имеет Брассер, Робов, Мэджик. Остается рецепт собрать на Барабаны. Как будто медленно бегать у нас Чешир. Решил еще скорость себе подбросить. Здесь у нас ульту провязали в Сларка. Глимсует Сларка. Не получается у Дитера отсюда уйти. Он отсюда не уйдет никаким образом. Лассо. Ассасинейт от Снайпера. Лимб забирает этот килл. И у него становится стрик доминейтинг. Ну, загулял Дитера. Реально загулял. Далеко пошел. Не надо было заходить за Т2. Непонятно. За Т1 точнее. Непонятно, зачем он здесь оказался в соло. И что он хотел доказать команде НИП. Которая 16-9 и так. Наклоняет твою команду. Оставим это на совести Сларка. Давайте портефактом быстро пробежимся. У кого что есть. Пока у нас более-менее затишье на карте. У Хэнскина. Транквилл и выход в урну. У Снайпера. Мом, ПТ. И выход. Ну, я так понимаю, в Мейлстром. Тем временем, Мэншент Аппарэйшн забирает у нас Бэтрайдера. Смогли разобрать Бэтрайдера в соло на топе. Аппарат вместе Роджер с Роджером и Чеширским Котом. Это сделали у Бэтрайдера. Артефакты мы видели у Винги. Ничего, кроме Бутс оф Спид. В Куре ничего тоже не лежит. Лимб все-таки выходит в Мейлсторм. Не БКБ, это будет Амейлсторм. Веншфул Спирит без ничего. Шторм Спирит. Пока что имеет то Шторм Спирит. Видимо, Эра перед смертью, как я понимаю. Или перед возможностью умереть. Купил рецепт на Оркит. Еще один облимент с Тафом остается до Оркита. ТП у нас сюда от Роджера. Чеширский Кот сюда прибегает. Будет ли драка? Драки пока что не будет. Дитяра. Дитяра. По артефактам, что у него есть. Есть Даггер. Есть Огр Клаб. Есть Рингов Аквилла. Есть ПТ. У Роджера что имеется? Есть Юл. 2000 на руках сверху. Роджер, я так понимаю, тоже выходит в Даггер. Очень мобильный у нас будет Роджер. Залетает у нас на хайграунд Бэтрайдер. Дитяра он видит. Украли. Что украл Рубик? Рубик украл Файерфлай. Это очень круто. Надо начинать игру Гарри Поттера. Тем временем мульта у нас от Роджера. Только краешком цепляет у нас Силкида. Но Силкида от урны должен догорать. Также у нас погоня за Хенскином. И Хенскин отправляется в таверну. Пока что подрались. 3 в 0. Даже 4 в 0. Выкупается у нас Сера. Роджер живой. 4 в 0. Так драться можно. Файерфлай от Рубика. Прекрасное зрелище. Летает Рубик у нас на своей импровизированной метле. И наблюдаем, что здесь будет с Бэтрайдером. Это 5 в 0. Это 5 в 0. Тим Вайп со стороны команды Пауэррэнджерс. Ну вот. Нипы доигрались. Роджер зарабатывает уже себе на Даггер. Как я понимаю, да? Курица принесла Блинк Даггер. Да, она принесла Блинк Даггер. Почему-то до сих пор не отдала. У Роджера имеется Даггер. Он и так круто врывался. А здесь будет врываться вообще как сумасшедший. 15-16. Становится счет по голде. За этот файт команда Пауэр выигрывает вот столько денег. А это чуть менее чем до хрена. И столько же выигрывает по Экспе. Более 4000 сейчас преимуществом команды Пауэрэнджерс. И это серьезная заявка на то, чтобы надрать пару шведских задниц как минимум в этой катке. Эра проседает в этом файте. Он делает байбэк. И у Эры дела с денежками стали гораздо хуже. Он отправляется на шестую позицию. На первом месте со своей стороны Лимп, о котором я только что задумался. И думал, как бы неплохо было его развалить. Разваливает команда Пауэр Лимпа. Ловит его в чужом лесу. Лимп, до свидания, домой отправляйся в таверну. Команда Пауэр сравнивает счет. 16-16. По всей карте готовый бегать. Вот зачем бегал Спирит Брейкер. Тяжело в учении, легко в бою. Спирит Брейкер, я так понимаю, просто тренировал стартовую. Стартовая теперь у него отличная. Спринт нормальный. Да и стайринг тоже на дальней дистанции вполне себе вменяемый. Через всю карту мы видели, как он носился. Причем нон-стоп. Забирают Т1 по топу. Команда Пауэр. Поздно, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. Продолжается у нас побег от Спирит Брейкера. Привязываем просто камеру чеширскому коту. И остаемся на вражеском хайграунде. Что делает здесь Чешир? Чешир стоит и смотрит, как игроки команды NIP летают и строят ему рожи. Спирит Брейкер остается у нас на хайграунде. Если что, Чарджи в Даркнесс уже откатился. Можно будет куда-то врываться. Но для этого нужен Вижен. Вижен у ПРФЕ здесь есть. Здесь есть Сентрик. Это не Вижен. Хотя здесь должен быть Обсервер. Да, Обсервер есть. Видел чеширский кот. Но ему и здесь уютно. Закончился уют для чеширского кота. Пошла погоня за Силкидом. Никого рядом нет. Силкид погибает. Но будет ли вот эта толпа здесь драться, непонятно. Ульту аппарат провязал в одного Силкида. Очень-очень зря. Можно было этой ультой разогнать всех на Т1. Надо валить от Хэнскина. Если он тебя глимсанет, то в драке ты не участвуешь. Джейфо. Джейфо, Джейфо, Джейфо тоже у нас под глимс не попадает. Также у нас погнали за ЭР. ЭРу поднимают вверх. Не получается ему лететь. Слишком симпатичный для ТП. ЭРа у нас улетает на ульте. И видят ли здесь Хэнскина. Нет, его здесь не видят. Но у него нет ТП. Курица, если сюда полетит, приносит ТП. Курица отхватит. Это я вам точно говорю. Огребет эта курица по 5 число. Хэнскину надо уходить отсюда своими ногами. Да, я знаю. Я прекрасно знаю, что у вражеского Дезераптора есть Транквилбуцы. Это все видят. Так, у нас здесь зацепили Чеширского Кота. Но он, видимо, слишком быстрый для этой игры. Ульта залетает в ЭРу. Надо врываться в ЭРу. Влетается Дитя Ра. Надо попытаться забрать ЭРу. ЭРа по-прежнему живет. Не дойти к этому, к сожалению, никаким образом. ЭРа на ЛОУ ХП уходит из файта. И по итогу встреча, игра закончилась. Боже, встреча, игра, матч. Сколько еще будет синонимов. Купить у меня словарь синонимов. Конечно же, драка закончилась. 1-0 в пользу команды NIP. Хэнскин решил со спины подойти на одинокого. Ошибся Хэнскин явно. Сюда же врывается Дитя Ра. Сайланс у него понятное дело, что проходит. Он выходит из зоны. Разваливает у нас Хэнскина. Здесь, если что, есть Бэтрайдер, у которого от Кулдаунился уже Блинкдаггер. Но погони за командой Пауэррэнджерс не замечается. Открываем графики. 7500, 5500 по экспе. Пауэррэнджерс на коне. Роджер здесь есть. Есть ли Вижен у команды NIP? Нет, пока что Роджера они не видят. Но здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер в инвизии. И я думаю, будет врыв Роджера. Если что, здесь есть на подсейв Рубик. Надо прокликать. Прокликивает у нас кто-то что-то. Санэйка, я так понимаю, прокликал. Не могу понять. У него ультразрение, как он это все увидел. Дитяра тем временем разбирает на куски Венш Фулл Спирит на руне. Врыв у нас Роджера. Роджер под ультой. И выйдет ульту снайпера Роджер. И он готов драться. Роджер отходит немного. Пошла у нас ульта от аппарата. Ульта от аппарата попадает по одному эре. Также у нас зацепили Бэтрайдера. Домой Бэтрайдер. 2 в 0. Драка заканчивается. Венга умерла у нас на руне. И здесь у нас погибает Бэтрайдер. Это тот Бэтрайдер, которого я хвалил. Да, видимо, перехвалил совсем недавно. Он стоял на сложной и вынес очень много артефактов. Но теперь все эти артефакты можно будет, я думаю, сложить где-то возле плиты, которую готовит ему команда Power Rangers. 20-17. Чего на данный момент лаги у Дитяра. Нажимают на паузу. И у Хэнскина та же история. 200 пин пишут игроки команд. Давайте быстренько глянем, что по экономике. За 8 тысяч переваливает преимущество команды Power Rangers по XP и по голде та же история. Отваливаются сразу два игрока. Это Ancient Operation и Slark. Дитяра вместе с J4. У нас пока что покидают эту игру. Давайте пройдемся по артефактам, которые имеются в наличии у игроков. У Венги. Кроме Boots of Speed пока что ничего. У Шторма наконец-то Оркит появился, но Эра нереально серьезно проседает по ХП. Файтах практически не участвует. У Снайпера Мэйл Стром после него Огр Клаб в курице. В курице ничего. Это не может не радовать. У Дизраптора Транквил и после Транквил так и не дособирается урна. Совсем немножко осталось. У Шадоу Финда имеется Огр Клаб, имеется Метрил Хаммер. И остается до рецепта совсем немного. Порядка 400 голды. У аппарата Гёстскепитер появляется, а значит не так страшен для него становится Снайпер. Рубик имеет уже Даггер. У Санейка все хорошо. У Санейка счет 6-3-4. Санейка топ-7 на карте. Это круто для саппорта. Кстати, посмотрите на положение дел саппортов обеих команд. 2-300 у Хэндскина, который божил в начале и который божил в прошлой игре. И Силкит 890 по голде. То есть если бы он 23 минуты стоял под фонтаном, заработал бы больше. И соответственно, как дела обстоят у Санейка и у Джейфо. Джейфо и Санейка нереально переформили своих главных конкурентов. У Сларка у нас есть Аигис. Есть уже собранный БКБ. Дитяра будет не так уязвим, как ранее. Для Шторма вообще будет, в принципе, недоступен. У Рубика мы все видели. У Спирит Брейкера Саша. Рецепт на Сашу. И Белт оф Джайант Стрэндж имеется. Также есть Огр Клаб в Этем Билде. Короче говоря, в Стэше есть Сэндж на всякий случай у команды Пауэр Рейнджерс. Ну, собственно, все понятно. Вот это вот, вот это не может не радовать. Не может не радовать.